вчера ночью я посмотрел один очень интересный ролик возможно он тебе понравится ну что эта песня уже засела у тебя в голове я знаю что около 10 лет назад ты слушал каждый день эту песню из каждого уголка у каждого школьника на мобилке была эта песенка и возможно даже видеоролик но у меня была песенка помню когда я впервые услышал мишку гамми точнее гамми бэр это было в году так наверное 2007 или в 2006 но в общем фишка в том то что я пришел в школу и у моего одноклассника на телефоне была эта песенка и он знаешь такой ну вот на послушай и такой там мишка танцует и такой гамми бэр и он такой вот смотрит на меня типа а чё тебя качает эта песенка а я на него такой смотрю и чувак crazy fro круче ты о чём в общем сегодня мы с вами будем реагировать на гамми бэр я знаю что этот ролик сразу же демонтизирует поэтому приятного просмотра это то с чего все начиналось канал называется айкин rock you world я могу рокнуть твой мир да действительно и у него на канале 4 миллион подписчиков ничего себе столько же сколько и у меня если я не ошибаюсь впервые начали показывать гамми бэр по телевизору а затем уже перешли на ютюб если я не ошибаюсь он давай посмотрим что in stores новомбр 13 блин он он криповый очень раньше он мне казался достаточно милым а чего него с ухом у него ухо отгрызана короче это веселый бомжик медведь который веселиться песенки поется о том что я такой сладкий мишка я такой классный я такой крутой дать мы с вами даже посмотрим дословный перевод о я мармеладный мишка да да я мишка гуми бэр да а я вкусный пухлый веселый и счастливая гуми б я мармеладный мишка ведь я мишка гуми б вода очень классный текст о танцующий поющий клёвый мишка гуми б о да прыгай со мною вместе смейся со мной вместе хлоп и со мной в ладоши хлоп 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 в этой песне особо нет никакого смысла здесь в принципе все поется о том что мишка он такой сладкий у такой классный мне изначально казалось что это какая-то реклама мишегами знаете вот такие вот мишки мармеладный они сейчас очень популярно да и раньше не были популярны да и в принципе все едят до сих пор но по крайней мере для меня нет я не застрял в 2007 мне казалось что это реклама и таким образом они рекламируют этих мишек чтобы их больше покупали но оказалось все намного сложнее я вот сейчас смотрю на этот клип и понимаю что сейчас 2018 году на всяких детских каналах выходят такие вот мультики то есть вот такие вот мультики вот с такой вот графикой сказать что не ахти в 2018 году есть вот такое вот это детские мультики которые показывают на ютюбе и все это скорее всего пошло с мишки гамми потому что он первый кто собрал миллиард просмотров миллиард просмотров на ютюбе офигеть на одном видео у меня на канале 2 миллиарда и у меня там 1500 видео на канале лет 1600 у этого чувака один ролик собрал полтора миллиарда это очень много они провели грамотную рекламную кампанию но нас не обмануть смотрим дальше заедающие движения заедающая музыка которая заседает у тебя в голове все это было рассчитано именно на это в 2007 году постоянно делали музыку которая должна была заседать у тебя в голове и достаточно много популярных песен пошло с 2007 года кстати у мишки гамми есть еще куча 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 разных каналов а еще у него прям целый альбом что у него даже вот четыре месяца назад выходила новая песенка 55 тысяч просмотров это пародия на дома до косито типа зеленый мишка зеленый человечек было бы классно если все это было от одного создателя хотя возможно так оно и есть но здесь графончик уже немного подтянулся тут уже все выглядит достаточно мультяшно но все равно текстурки отстой все сделано для того чтобы это смотрели люди которым 5-6 лет да и все в принципе для людей такого возраста это в принципе подойдет ой 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 вы бы хоть с него жирок сняли бы что ли ой 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 этот я не могу смотреть на этого пузатого медведя меня всегда интересовало почему у него борода почему не откусно ухо почему он голый и почему он сейчас в космосе что с ним произошло у меня есть небольшая теория то что этот мишка это бомжик посмотрите на его глаза в его глазах видно отчаяние где его зубы что с ним стало мне кажется что он просто шел с ума и все также существует тысячи тысячи разных всяких ремиксов на этого мишку гамибр вот кстати 2012 году микс вал эдисон какой-то чувак выложил ролик бабла это видимо ремикс что за жесть что как это набрало 200 миллионов просмотров это же ужасный ремикс ладно окей давайте мы с вами посмотрим на другом языке стоп еще один канал за official гамибр channel 3 миллиона подписчиков то есть уже два канала на одном 4 миллиона на другом 3 миллиона короче они начали штамповать эти песенки 24 на 7 чтобы это собирало просмотре ясно все ради денег все ради бабла как бы сказал николай соболев black and white монстр муви стоп они просто сделали черно-белый ролик они просто убрали цвета а нет им видимо было просто лень рендерить это видео до что за анимация а мне кажется как будто это делали другие аниматоры и старались уже все высосать из пальца это уже другой канал crazy гами 751 тысяча знаете тут у них прям целое семейство тут еще есть какая-то розовая медведица тоже достаточно страшная вот она но это просто кабанка а вот это жуть вот это жуть даже если вникать то он просто он просто все время играет просто танцует и все с ним ничего не происходит Вот он, типа, подмигивает этой девчонке, они все еще танцуют, танцуют и танцуют. И теперь танцующие крабы присоединились сюда. Но этот ролик я уже, кстати, видел у Акро в обзоре. Ха-ха. Что? Что происходит? Что происходит? Это тоже на Крюзигаме канале. Что происходит? Они... Это... Это какие-то очень наркоманские эффекты. О, боже мой. Я, кажется, все понял. Они пытались создать культ этого Мишка Гамми. Один канал, там, где злился оригинальный ролик. Второй канал, где они продолжают всю эту франшизу уже со всякими сюжетами и более качественными клипами. А третий канал, где они просто страдают наркоманией. Это Гамми Биер Грим Трипи. Трип. О, боже мой. Ха-ха. Ну это же наркоманский медвежонок Гамми. Что? О, боже мой. Так, я... Я хочу... Знаете, что узнать? Я хочу зайти на Гамми Биер Шоп. Существует ли у них еще магазин? Может быть, действительно кто-то у них еще и покупает игрушки? Сайт может угрожать безопасности вашего компьютера. Да мне уже ничего не страшно. Мне пофиг. А сайта у них не загружается. В этом весь прикол. Не загружается у них сайт. Последние ролики у них выходили 10 лет назад. Все ролики собрали по 50-100 миллионов просмотров. Ну вот один плохо зашел. Там на 18 миллионов всего. Ну как бы, да, сами понимаете, это не миллиард, конечно. Но тоже неплохо. Насколько я знаю, у этого Мишки Гамми есть еще свой собственный мерчендайз. И вы не поверите, я сам его встречал в реальной жизни. Что меня наткнуло на идею для этого видео? Для начала я посмотрел ролик одного интересного ютюбера. А затем я вспомнил, что недавно я был в другой стране. Эта страна называется Дубай. И там есть много-много китайских магазинчиков. И вы не поверите, там продавались Мишки Гамми. Вот именно вот эти вот Мишки Гамми, а не те самые мармеладные Мишки, о которых вы подумали. Go to the official Gummy Bear channel. А, типа они такие. Иди на официальный канал. 4 тысячи подписчиков. Я это не могу больше смотреть. Это какая-то наркомания. Короче, мы с вами вернулись в эпоху Миши Гамми. И если опять эта песенка засела в твоей голове... It's Gummy Gummy Bear, it's Gummy Gummy... Аааа, я сегодня проснулся почему-то с этой песней в голове. Это не есть хорошо, и нужно как-то выбить. Ааа, подписывайтесь на мой канал, ставьте свой лайк и оставайтесь таким же крутыми и веселыми. Адьос. Субтитры сделал DimaTorzok